Ещё не выветрился запах гари, а жильцы уже со страхом ждут зимних морозов. Под утро 12 ноября в квартире на Булата Акуджава, 13, произошёл пожар. Жильцов эвакуировали, возгорание ликвидировали, и, к счастью, обошлось без жертв. Из-за сильного задымления пожарным пришлось выбить окна в подъезде. Их закрыли плёнкой, но от наступивших холодов это не спасло. 25 ноября сотрудники госжилстроенадзора выехали в погоревший подъезд с проверкой и выставили предписание управляющей компании. Предписывается до 15 декабря установить окна с фурнитурой запорной и дальше у них до 1 февраля выполнить в подъезде, устранить загрязнение и так далее. Практически ремонт подъездов. 1 декабря управляющая компания установила пластиковые окна. Запорную фурнитуру установят, как только она поступит. Температура в подъезде нормализовалась. Убрали и мусор, который остался после пожара. Они, конечно, могут и позвонить, и направить жалобу, что не выполнено предписание. Но у нас предписание все на контроль специалистов. Мы сроки отслеживаем. Если установленный срок, они направляют информацию о том, что предписание исполнено или пункт предписания исполнен, и нет никаких жалоб со стороны жителей, значит, мы его смотрим, рассматриваем и снимаем с контроля. В случае бездействия управляющей компании ей бы грозил штраф от 250 тысяч рублей. Поэтому работы по наведению порядка в подъезде идут. Но жильцы относятся к их качеству скептически. Делают вид, что стены скабляют. Должны красить, белить. Но пока нет еще этого. Стены подскаблили, должны сперва замазать, потом уже белить. У нас как на втором этаже было пока все черное. Потолок они вообще не трогают, только стены чисто скабляют. И если в подъезде окна уже вставили, то в сгоревшей квартире они появятся только в следующем году. Чтобы не задувало холод, соседи сами утеплили пустые оконные проемы минватой. Но это не спасает даже в минус 15. Минус 30 сейчас будут. У нас сейчас вот ребенка должна выписать. Ему месяц будет 8 числа. Мы просто будем замерзать из-за ее на стены, получается. Мы уже тут на днях обогреватель купили, мерзли. Пришли скучать, а что делать? У нас вот второй маленький ребенок еще. Сама хозяйка квартиры в сгоревшем жилье не появляется. Соседи рассказали, что она не пришла даже убирать мусор из своего помещения после пожара. Жители этажа своими силами сбросили обгоревшие вещи под балкон. Так они там и лежат до сих пор, припорошенная снегом.